Привет всем! Меня зовут Оля, и я учусь в Харбинском политехническом университете. Меня многие спрашивали, какими приложениями пользуются китайцы, какие запрещены в Китае, а какие просто необходимы иметь. В этом видео я отвечу на все эти вопросы. Итак, первое. Какие приложения можно чаще всего встретить у китайцев? Кью-Кью, Гуи-Бо и Доу-Ин, Чжиху, Билли-Билли, Инстаграм, Ютуб и Индергию. А теперь поподробнее. Что такое Кью-Кью? Кью-Кью это как ВИЧЕТ, и мой частый из полиза, это как ВИЧЕТ. Кью-Кью был самым популярным мессенджером в Китае до появления ВИЧАТа. Он и сейчас довольно популярный, но все равно большинство китайцев отдает предпочтение ВИЧАТу. Что же касается ВИЧАТа, то это больше, чем просто мессенджер. Его можно использовать как электронный кошелек. Именно поэтому многие перестали носить с собой наличку, ведь везде можно расплачивать ВИЧАТу. Единственное, что вам надо, так это постоянно пополнять счет на банковской карте, который у вас привязан ВИЧАТ. Также через ВИЧАТ можно покупать билеты в кино, на самолет, на поезд и многое другое. Били-били. Били-били, она как ЮТУБ в Китае. Били-били достойная замена ЮТУБу. Ведь, как известно, многие приложения, такие как ЮТУБ, Фейсбук, Инстаграм, ГУГЛ, в Китае заблокированы. Раньше к этому числу относилось и ВК, но, слава богу, недавно с него сняли запрет. Без паники, этими приложениями можно пользоваться. Понадобится лишь только VPN. Я использую TurboVPN, но вам советую скачать сразу несколько, и чтобы вы определили, какой VPN вам по душе. Какие приложения ты используешь, чтобы слушать музыку? Я использую вауи и вауи и вауи и вауи. И Алипэй это, как, цин. У Мэйтхуан очень много аналогов, но суть у них одна и та же. Это доставка еды на дом. На самом деле, очень удобно. Большой выбор еды, приемлемые цены, быстрая и чаще всего бесплатная доставка. На самом деле, очень актуально, когда тебе лень выходить из дома. Алипэй это очень удобный электронный кошелек, без которого ничего нельзя заказать на Таобао. А как же Таобао? О, я забыла Таобао, это очень важно. Таобао это для покупки, и там можно купить все, что угодно. Таобао это и правда отдельная песня. Первое время я там покупала очень много вещей. Одежду, косметику, вещи для дома. Хотя почему раньше, если я сейчас там все покупаю? Даже новичок, не знающий китайского языка, сможет разобраться в Таобао. Ведь там можно вводить все на английском языке, либо загружать из картинки, и Таобао предоставит все возможные варианты. Доставка осуществляется в течение 3-4 дней. И все, вуаля! Эта вещь уже в ваших руках. Само собой, приехав в Китай, нужно иметь несколько переводчиков. Это могут быть и онлайн-переводчики, Яндекс, Гугл, все на ваше усмотрение. И оффлайн. Моя любовь, например, это Трэн Ченис. Также это карты, будь то Гугл, Яндекс, Байдум Эпс. Все на ваше усмотрение. На этом все, что я вам хотела сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok